Такого в Красной Поляне не было еще никогда. Откровенный наряд вполне оправдан. Температура воздуха почти плюс 20. При этом на трассе еще лежит снег. И многие пока спускались не замерзли, а наоборот обгорели. Очень жарко, очень жарко. Отлично, хорошая погода, хорошие люди, хороший праздник. Класс. Почему решили вообще в таком виде покататься? Как такая идея? Пора загорать уже. Слишком белый я. Классно, сезон заканчивается же. Надо позагорать, покататься, на других посмотреть, себя показать. Я стою первый раз на доске. Я упала раз 25, наверное. Это очень круто. У меня все болит, а эмоции зашкаливают. Мы просто нереально счастливы от того, что мы поучаствовали в таком самом массовом заезде в купальниках. У нас просто одни эмоции, нет слов. Три-четыре. Ура! Книги рекордов Гиннеса. Самый массовый спуск на лыжах-купальниках был зафиксирован в 2013 году в Кемеровской области. Тогда в нем приняли участие 500 человек. Но в Сочи нашлось гораздо больше смельчаков. На трассе одновременно находились больше тысячи правильно раздетых лыжников и сноубордистов. Все должны быть одеты в купальные принадлежности. То есть, не обязательно плавки допускаются, в принципе, купальные шорты. Это тоже не проблема. Далее должно быть только необходимое оборудование. Это должен быть шлем, возможно, шлем, перчатки, собственно, борт или лыжи, ботинки, носки. Все. То есть, на этом ограничивается. Поэтому мы не пускали людей, у которых кофты, какие-то майки. Ритм для еще одного мирового рекорда задал единственный в своем роде горнолыжный оркестр. 35 музыкантов, играя на инструментах, преодолели 600-метровую заснеженную трассу. Ничего подобного в книге Гиннеса еще нет. Главная сложность состояла в том, что рекордсмены отлично играют на музыкальных инструментах и совсем не умеют кататься на лыжах. Впервые в жизни я на лыжах прокатился тут, на Бугель-Вугель. И, кстати, ни разу не упал. Как вам это удалось? Еще и играли. Мне кажется, это в природе. Засчитывать ли новые рекорды будут решать в штаб-квартире книги Гиннеса. Ответ из Лондона придет не раньше, чем через два месяца. Впрочем, участники спусков приехали в Красную Поляну не за мировой славой, а чтобы хорошенько повеселиться. Фантазия горнолыжников практически ничем не ограничивалась. На трассе можно было увидеть ангела и демона, чебурашку, правда без крокодила Гены, мушкетера и картонного робота. У нас вся семья такая. У меня брат Буратино, мама Лиса Алиса, папа, кот Базилио. Дэдбол, детка. Он отвязный, он крутой. И на него ведутся дедочки. Да. А ты расскажи, ты кто? Ниндзя. Ниндзя? А почему ты решил быть ниндзя? А потому что у меня другого костюма нет. Мне близок этот образ. Вот. Любите кровь? Да. Люди вас не пугались на трассе, не шарахались от вас? Нет, а зря. Фестиваль «Богель-Вогель» длился три дня. На горнолыжном курорте царила атмосфера самых ярких фестивалей со всего мира. Масштабный праздник объединил более 8 тысяч любителей горных лыж, солнца и творчества. Мы по большому счету занимаемся таким правильным в нашей стране делом импортозамещением. И за один день мы замещаем, импортозамещаем все самые крутые фестивали, которые есть в мире. У нас есть зона «Вудсток», на которой пройдет громогласный музыкальный фестиваль. У нас зона есть «Рио-де-Жанейро», где пройдут все карнавальные спуски. Приезжайте сюда, и здесь получите все веселья в одном месте. Организаторы уверены, в следующем году самый жаркий горнолыжный фестиваль России снова пройдет в Сочи.